Привет, YouTube! Привет, сообщество! Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о заточке, и сегодня мы с вами определимся с выбором заточной системы. Ну, по крайней мере, постараемся определиться, что же в конечном итоге все-таки выбрать — кадет, профиль или блиц. Видео будет максимально сжатым и емким. Сегодня я хочу сфокусироваться именно на ключевых и наиболее важных моментах заточных систем ижевского производства. Потому как верное понимание назначения устройства — это залог острых ножей, разумеется, и главное — залог простоты и комфорта работы. Поехали! Начнём с заточной системы Blitz. Это очень простой и понятный выбор. Blitz — это компактность. Техностудия — это прежде всего инженерный подход, и мы с вами убедимся в этом по ходу повествования. Инженеры из Ижевска довольно долго создавали и полировали свой главный козырь — заточную систему профиль. Профиль — это прекрасная заточная система, вы видели её работу на канале не один десяток раз. Но у профиля есть вполне очевидный нюанс — размер. Это довольно крупное заточное приспособление. Размер у профиля, конечно же, всё ещё настольный, но тем не менее это крупное устройство. И вот тут начинает включаться Blitz. Blitz — это ответ техностудии на один из самых частых запросов своих клиентов. Всё просто. Профиль прекрасно работает, но он большой. Blitz — это компактность. Именно компактность — ответ на ваш вопрос. Если для вас компактность, минимальный размер, лёгкая транспортировка — это критичные параметры, то внимательно смотрите на заточную систему Blitz. Борьба за компактность, разумеется, наложила ограничения. Зажимная система Blitz миниатюрна, и заточка тонких гибких ножей, ну тех же филейных, например, может вызвать сложности. На Blitz можно затачивать и шеф-ножи, вплоть до 20 сантиметров, но всё-таки выбор заточной системы Blitz — это прежде всего потребность в максимальной компактности и мобильности. Мы с вами довольно быстро разобрались с первым устройством, и хотелось бы, конечно, также быстро справиться и с основным блюдом. Но нет. Выбор между кадетом и профилем значительно сложнее и однозначного ответа. Лучше или хуже тут нет. На мой взгляд, условно всё можно разделить так. Кадет — это выбор домашнего пользователя, а профиль же выбор энтузиаста или профессионала. Давайте разберёмся почему. Во-первых, хочется буквально вот широкими мазками пройтись по парочке мифов. Мифы эти касаются не только кадета, профиля или Blitz'а. Данные мифы касаются вообще всех заточных систем. Перед вами пример вертикально-фрезерного станка. Конкретно это HAST-M2. Эта информация не претендует на истину в последней инстанции, но общее представление даёт. Так вот, для подобного станка наибольшее допустимое перемещение стола под нагрузкой в одну тонну составляет 0,25 мм. В среднем такой станок весит 2-3 тонны. И вот когда речь идёт о подобных станках, подобной массе и вообще подобных условиях, допустимо и правомерно рассуждать про такой критерий, как жёсткость. Профиль, кадеты и все прочие устройства весят 2-3 килограмма. Кто-то больше, кто-то меньше. Но не 2-3 тонны, то есть 2 или 3 тысячи килограмм, а именно 2-3 килограмма. Все эти устройства сделаны из алюминия. Понятие жёсткость к подобным устройствам буквально всем устройствам, вне зависимости от производителя. Так вот, понятие жёсткость неприменимо хотя бы с точки зрения логики. Конечно же, в теории, разумеется, можно сделать все узлы из калёной стали и дополнительно, ну давайте, скажем так, забетонировать устройство, углубившись в грунт метров на десять. Да, мы получим невероятно жёсткий станочек. Но вот что при этом мы с вами будем делать с клинком ножа? Любой бюджетный кухонник будет нещадно гнуться вообще без усилий. А филейник? Рассуждения о жёсткости применительно к любым заточным приспособлениям по сути несостоятельны. Жёсткость станка — это, разумеется, важный параметр в металлообработке, но к заточному процессу по сути отношения не имеет. Критически важный параметр — это стабильность показаний угла при перевороте клинка. Но этот критерий работает по-другому. Угол либо стабильный, либо вы не получите результат. При этом жёсткость конструкции в любом виде будет отличаться от ножа к ножу. И главное, не забывайте, друзья, буквально несколько лет назад мы добивались впечатляющих результатов вот на подобных устройствах. А это пластик, присоски, и всё в таком духе. Существует мнение, дескать, речный подъёмник — это критичный параметр при выборе системы. Это верно, но лишь отчасти. Речный подъёмник действительно очень серьёзно упрощает работу и для ряда задач делает профиль устройством выбора, отметая кадет. Только это довольно специфические задачи. В чём суть? Смотрите. При обычной заточке, когда работа идёт условно в один угол, сама по себе процедура выставления угла занимает от силы один процент общего рабочего времени. Наличие при этом речного подъёмника не играет вообще никакой роли. Более того, сам процесс подстройки угла, точнее, проводить через муфты подстройки или стопорные кольца, потому как конструкция всех современных речных подъёмников не включает в себя микрометрический винт. То есть речный подъёмник успешно справляется с относительно грубой установкой, а вот точная подстройка лежит либо на вспомогательных механизмах, либо на оптическом маркерном контроле. Получается, что речный подъёмник не нужен? Не получается. В тот вот момент, когда нам нужна будет сложная заточка, ступенчатая заточка, создание того же самого многогранного подвода и вообще всё в таком духе, так вот именно в этот момент речный подъёмник существенно облегчит жизнь и ускорит процесс. По итогу, речный подъёмник не является абсолютно необходимым элементом заточной системы, но он расширяет функционал устройства и даёт большую свободу выборе. Это факт! Мы добрались с вами до одного из определяющих отличий кадета и профиля. Это, разумеется, конструкция поворотного механизма. У профиля это механизм с автофиксацией, у кадета фиксация ручная. У ручной фиксации, конечно, есть свои плюсы. Отсутствует необходимость регулирования поворотного усилия. По факту ведь есть два положения — открыто и зафиксировано. Но это довольно слабое преимущество. По очевидным причинам, вот банально из-за размера вписать в габариты кадета поворотный узел от профиля нереально. Хорошо видно, что кадет довольно аккуратная система, и такой узел сюда просто не поставить. И в чём же проявляется, собственно, преимущество профиля над кадетом? Видите ли, наличие автофиксации поворотного узла даёт существенный рост скорости при работе на финише. В профессиональной деятельности при заточке энтузиастом это очень важное преимущество. При финишных этапах заточки переворот сторон — это фактически постоянная процедура, и наличие автофиксации существенно экономит время. Разумеется, у профиля есть и другие преимущества. Шире рамка позволяет закреплять и затачивать более длинные клинки. Но скажите, пожалуйста, вот да-да, на профиле действительно можно, хоть и с дополнительной поддержкой, но можно затачивать клинки в 700 миллиметров. Можно. Вот вам это часто надо? Или я по-другому спрошу? Вам когда-либо в жизни это будет надо 700 миллиметров? Разумеется, профиль во всём чуть-чуть мощнее или чуть-чуть удобнее. Например, у профиля горизонтальное расположение клинка при зажатии, что даёт большее удобство в обращении СОЖ, но это микро-моменты. Именно поэтому я и разделил вначале на домашнее использование и профессиональное применение. При заточке большого количества ножей, та же самая автофиксация, возможность использования нестандартных и крупных абразивов, речный подъёмник — всё это действительно сэкономит время и упростит работу. И это преимущество профиля. Но! Кадет работает почти до 60 полных градусов, и до 300 миллиметров в длине клинка. Это закрывает домашние потребности на 99 процентов. И именно этот инженерный подход и жестов мне очень нравится. Ну подумайте сами, не было никаких вообще проблем ограничить кадет, например, 18 сантиметрами клинка. И вот те разделения ниш. Но даже малыш Блиц умеет работать с клинками в 20 сантиметров, а кадет может все 30. Абразивный крепёж на кадете стандартный. Более того, к кадету подходят зажимы от профиля. И именно поэтому здесь нет правильного или неправильного выбора. И кадет, и профиль позволяет получать качественный результат. А вот насколько глубоко в это погружаться, вот этот выбор завален. На этом канале вы неоднократно видели заточенный процесс с участием профиля. Были ролики с кадетом. И все это было предельно наглядно и понятно. И мне задавали вопрос. Руслан, ну ты не работаешь на системе Блиц? Я отвечу. Это технически неверная информация, а на Блиц около десятка ножей было заточено. Но по сути информация верная. Именно работать на Блице не работаю. Друзья, давайте я покажу, на чём работаю. В постоянной ротации. Шейфчось 2000, 2100, 1520, T7 Tormec, два ленточно-шлифовальных станка, немножечко заточных систем. В том числе, полный набор техностудий, три профиля, два кадета и два Блица. Точилка Ефима. Опять же, две штуки. Точилки Казак. Две системы Hapston, Wicked Edge и Apex Edge Pro. Естественно, абразивы всех видов и типов, как положено. И давайте всё-таки подытожим. Блиц у нас выходит на передний план, когда нужна компактность. Профиль мы выбираем для максимальной широты возможностей. А кадет — это разумный домашний выбор. И теперь моя уже просьба к вам. Разумеется, вам хочется видеть заточный процесс и разбор нюансов. Пожалуйста, напишите свои пожелания и вопросы в комментариях. По вопросам я сниму отдельное видео с разбором, а по пожеланиям — видео с процессом заточки. Я надеюсь, ролик был вам полезен. Если так, с вас лайк, подписка и колокольчик. А если нет — поставьте дизлайк, не сахарный. Спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!